всем привет друзья вы на канале sky top games и собственно добро пожаловать на стресс тесты новой карты getaway в будущем обновление 6.5 за айл эврима сейчас многие зададутся вопросом как так ведь запрещено снимать выкладывать скриншоты на закрытых стресс тестах нет донди собственно дал разрешение нам на съемку пока идет данная сборка карты getaway я не знаю друзья нас сразу предупредили что часть карты урезана могут быть различные ошибки баги то есть мы если столкнемся в этом ролике с какими-то ошибками не переживайте все должно будет полностью исправлена и поправлена в релизе 6.5 сптера на донами могут быть какие-то проблемы ну давайте попробуем сразу же на них и собственно за спавница чтобы рассмотреть хотя бы карту полетать над местностью чтобы вы увидели что из себя может в будущем так скажем представлять карта getaway так я беру птерна дона здесь ничего нового нету есть люди дженерейшн ту нет утра донов и бэй пиозавра если вы спросите поэтому в общем вот как то так да как мы видим то что на птерна доне мы не можем заспавниться это очень печально поэтому ладно можно взять какого-нибудь омни раптора принципе цвет окрас рандум так давайте посмотрим посмотрите сколько есть разных точек tp невероятно это у нас из плейнс а норд ист плейнс норд вест ридж саус плейнс все полностью переименовано саузерн бич то есть это южный пляж саус вест ацис свампс ист и вест рейл эцис я даже не знаю откуда можно начать но наверное давайте попробуем с нового пляжа с нового залива ведь много нам разработчики спойлерили о новом заливе что якобы там много чего есть интересного так ну что же давайте попробуем зайти ага мы провалились какие-то болота какой-то новый биом посмотрите офигеть просто невероятно красивый новый болотный биом вы знаете мне это сейчас очень напоминает тот биом который был в самом начале выпуска за айл в рима первой первой карты да когда было громадное просто болото посередине по моему в центре карты так ну собственно не знаю что здесь можно разглядеть конечно не очень понятно попробуем переплыть фпс фпс мой просил фпс просил даже видно вспомните обычные наши стримы по за айл время где-то там фпс с моим железом около 100 но опять же давайте ссылаться на то что это пока что стресс-тест а здесь много что может чего быть и хромающая оптимизация и прочее так диеты собственно нам уже завезены новые диеты невероятно огромный биом в этой части карты огромный биом болота давайте пробежимся можно да было попробовать на каком-нибудь монорельсы заспавниться я не знаю ну скорее всего да там . спавна была где есть монорельс также есть вулкан блин как жалко что птеронадон что птеронадон и да они пока косячные к сожалению и мы не можем рассмотреть все с высоты блин птичьего полета короче не знаю сколько будет длиться это видео но мы в новом заливе а это скорее всего новый залив и как-то странно пока работает . спавна . т.п. это я так понимаю часть островов где-то северо западнее наверное а где-то примерно так огромные огромная карта кто-то мне писал под последними новостями что карта очень маленькая вот представьте вот это вот маленький кусочек залива и эту way просто вспомните саму карту да вот теперь представьте что это всего лишь какой-то не знаю там пару квадратных километров такс бегать конечно придется наверное очень долго перемещаться по карте наверное поэтому я сейчас просто тупо youtube солью чтобы нам хотя бы рассмотреть еще несколько биомов каких-нибудь так блин ну пляж конечно очень огромный если здесь будет еще в будущем много различных ботов кстати одного из них я вижу вон там черепаха черепахи нам не путали не по нутриентам ли им конечно новый пляж залив как его назвать он просто очень огромный вы знаете мне кажется что разработчики наверно специально как-то сделали чтобы нельзя было играть на птеранодонах чтобы полностью вам не показать все что может быть 65 да так вот здесь вроде бы можно представить себе как как будто бы на карте есть отливы и приливы на смотрите часть мокрого песка а здесь сухо клево оу посмотрите какой огромный купол виден вдалеке интересно сколько до него бежать блин нам еще нужно короче говоря питаться поэтому я наверно сейчас хотя бы кто-нибудь поем просто даже ту черепаху я съем и тогда можно на юте продолжить принципе побегать по биомам конечно карта огромная блин ну ладно так черепаху мне кажется я буду убивать вечно на хочу эти это не самое лучшее блин что может быть так ладно побежали я хочу сбегать уже к человеческим каким-нибудь постройкам сбегать к тому самому известному вулкану блин пляж раскинут конечно просто огромные территории обратите внимание вон там вдалеке на дым куда там кстати еще виден один купол так надо запомнить расположение наверно запад не отлично до каждый биом конечно будет очень большим вот этот болотный биом мы его видели неоднократно на скриншотах которые нам показывали спойлер или даже в официальном дискорде разработчики помните да ту самую болотную местность вот она здесь наверное самое место такое будет для гнездования существования таинозуков блин невероятно классно мне здесь нравится я не буду отключать f10 чтобы делать прекрасные скриншоты которые я добавлю потом в нашем дискорде в группе вконтакте и покажу где-нибудь в youtube чеки так самое главное мне важно знать интересно они остановили время время здесь идет нет время идет поэтому мы даже будем видеть ночь это очень печально хреновы да что они отключили вернее есть какие-то баги там я не знаю с этими птернадонами да и назу хами и прочим болотный биом окей давайте где-нибудь здесь наверно утопимся и быстрее мы начнем в другой местности думаю так будет лучше даже так я взял более маневренного динозавра корнотавр собственно и заспавнился на локации south west а цис по моему как то он так называется собственно это тоже какие-то пляжи отдельные так смотрите на прибой океана блины уже ночь наступает вот это очень плохо скорее всего я буду сейчас дожидаться пока наступит утро чтобы вам было лучше видно вау он там как прекрасно смотрится купол я даже заспавнился к нему намного ближе чем вроде бы был пока бегал на том юторапторе в болотных биомах такс конечно океан прибрежные районы здесь очень огромные они раскинуты блин на несколько десятков квадратных километров даже скажем так можно да я буду говорить так так напрямик куполу некоторые моменты игровые я помню помню когда были был первый закрытый стресс-тест немножко визуально карту я припоминаю вот эти холмы и какие-то не знаю тропинки по которым можно подняться динозавром а это все припоминаю так радиовышка радиомаяк ого смотрите она теперь находится в каком-то я не не понимаю на каком-то холме что-ли ого вот это вот клёво сейчас подождите 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 еще вниз вниз надо попробовать спуститься и не переломаться помните вот этот момент в одном из роликов по моему а самая вертолетная площадка посмотрите какие огромные человеческие постройки блин здесь явно будет клёво играть за людей так ну пока мы хэтч мы надеюсь очень надеюсь мы не переломаем себе лапы такс ого здесь есть какой-нибудь проход давайте попробуем оббежать здесь так отлично ух это круто это шикарно просто смотрится я бы даже сказал я помню на одном из стримов донди кстати говоря ходил именно в этом районе они работает та самая механика передвигания открывания ворот и всего прочего нет не работает к сожалению это есть вход в человеческие постройки так генератор кстати эти генераторы нам показывали их придется в дальнейшем запускать давайте попробуем посетить человеческие постройки вообще посмотрим что там внутри какие-то шкафы двери бочки непонятно так ладно окей здесь большое помещение ангар здесь где где-то по моему есть вход на второй этаж может быть это кстати не то помещение о котором я думаю но эти строения выглядит достаточно классно а что-то я не понял подождите там автоматически зажигался свет подождите вот смотрите нас нету мы подходим обратите внимание на освещение нет нету никаких датчиков по моему движения чтобы автоматически зажигался свет так вышка но это не очень интересно потому что сейчас буквально прям ночь я здесь ничего не увижу могу только сделать прекрасный скриншот так дороги дороги те самые дороги о которых я рассказывал в новостях за айла в рима они будут пересекаться по всему острову идти по всему острову и соединять с собой разные биомы так надо найти купол какой-нибудь человеческая постройка купол и он где-то был явно рядом радиовышки справа скорее всего где-то давайте попробуем наверное дождаться рассвета чтобы лучше это все рассмотреть нежели все это смотреть ночью наконец-то я дождался утра господи эта ночь длилась наверное я не знаю целую вечность как мне показалось так обратите внимание на мост в одном из роликов кстати по новостям я говорил что будет достаточно много мостов на карте через различные переправы том числе и реки блин ну залив залив конечно он мне кажется настолько будет огромен на этой карте что невероятно просто я кстати не встретил там каких-то мест вот этих скал больших как выслы спира на которых можно гнездиться на птерна донах но мы видим маленькие различные острова на которые можно будет перелететь так мы движемся ближе к куполу я хочу рассмотреть это место хочется вообще представить что это за место как это все будет выглядеть в обновлении 6.5 блин громадное просто строение само по себе невероятно ого невероятно огромное строение если теперь представить в масштабах того когда появятся люди насколько это будет огромный громадный просто уникальный даже своей сути центр где можно играть за людей какая-то будет аппаратура еще что то обратите внимание центр просто огромен насколько мы знаем по моему там четыре купола на острове да будет или три но это явно не центральный купол я даже не знаю с какой стороны его обижать кстати говоря не записал для вас тот момент когда был рассвет здесь был туман дымка эта часть скажу так что эта часть погодных явлений да это круто так еще один проход я надеюсь что где-то здесь я смогу вылезти все таки было бы конечно удобнее играть на птернодоне и кстати ребята сразу открою небольшой секретик что вроде бы разработчики а именно донди сказал что что возможно на рождественские каникулы он продлит эти тесты эти стресс-тесты на которых можно в принципе я не знаю запустить стримчик если хотите да так непреодолимый какой-то здесь прям барьер я хочу уже выйти отсюда вылезти на ютке согласитесь здесь было бы лучшего хочется обойти центр с той стороны потому что мне кажется там можно рассмотреть довольно таки широкомасштабнее весь этот объект вот этот купол человеческий давайте попробуем по подняться вот здесь по горе невероятные какие-то склоны или что это здесь горы лим здесь нигде практически нет спокойного прохода для динозавра на здесь самое так скажем лайтовое место будет именно для людей то есть люди здесь смогут спокойно ходить выживать а вот динусом здесь видите как моему карнотавру будет не очень а я уже сломал ногу это круто давайте сейчас как-нибудь попробуем обойти все это место и так короче говоря господа на том побережье получается это юго-восточное побережье играя на карнотавре я там просто провалился между двух камней и вы не поверите я 40 минут ждал пока мой карнотавр просто умрет от голода и жажды я вроде бы написал разработчикам чтобы меня слейнули убили но внимание 0 поэтому я дождался момента пока мой карнотавр сдохнет и собственно я выбрал другую точку спавна и как видите это монорельс тот самый монорельс на юго-восточном побережье я уже зашел на юторапторе так протяженность этого монорельса достаточно огромная и вроде бы как она должна вести нас от одной части карты до другой я не знаю в какой биом она нас приведет хотя я могу догадываться так давайте посмотрим давайте чуть дальше наверное сейчас пробежимся дальше и не свалиться в воду самое главное я хочу посмотреть насколько здесь широкие реки гэтуэй кто-то в комментариях мне писал что карта мала реки судя по всему вроде бы как с того ракурса как я показал больше птичьего полета они не кажутся такими уж большими глубокими широкими давайте сейчас пробежимся чуть подальше до дороги конечно человеческие где будет в будущем ездить автотранспорт они перед пересекают каждый участок обратите внимание вот мы сейчас заспавнились буквально я уже точно не помню данную местность но опять же здесь есть те самые дороги так давайте максимально подальше еще пробежимся я даже не знаю стоит ли спрыгивать туда но я думаю что да в разумительно будет это сделать дабы доказать вам насколько стали широкими реки исла ой простите гэтуэй так еще один скриншотик отлично принципе я хочу я не должен разбиться отлично давайте подбежим прямо вблизь ну и посмотрите ты скажешь что это маленькие маленькая речушка как на исла спира я с тобой полностью не согласен кстати говоря я заметил прыгая в другой местности на карнотавре добавили вроде бы как водные различные биомы то есть те водоросли для байпи азавра которые обещали они есть это классно осталось в принципе дождаться самого байпика байпика троадона вода соленая мы не можем ее здесь пить это классно сути это такое уже сурф это хорошо да мы не можем ее пить интересно каково будет каким-нибудь дайна зухом заплывшим в данную местность карту я пока можно сказать не знаю но можно уже догадываться об этой местности можно сейчас грубо говоря будет зайти еще на каком нибудь динусе посмотреть какую-нибудь местность посмотрите вот весь наш ролик практически грубо говоря он идет на юго-восточном побережье карта не слишком то и маленькая можно сказать теперь я понимаю почему они так долго уделяли и времени на ее разработку ушло куча часов просто огромная куча часов так я вижу человеческую постройку и наверное сейчас мы сможем как-то подобраться к этому куполу рассмотреть его более менее так сказать в деталях не то что до этого наконец таки я добрался до купола это было достаточно не близкий путь насколько могло бы казаться так куда я здесь никакого нашу не нашел к сожалению но оно и понятно на данном этапе пока не будет каких-то входов купол так давайте попробуем обижать вы знаете честно говоря думаю уже даже на данном этапе развитие этой карты я скажу так что карта слишком даже очень огромная и где будут находиться именно в каких местах игроки потому что если сервера будут рассчитаны на 100 игроков для такой большой карты сложновато будет кого-то скорее всего найти я не знаю может быть они ее подурежут может быть может быть так те самые саговники обратите внимание саговники принципе хорошее место для того чтобы прятаться на каком-нибудь хэйчи от апекс будущих динозавров x я помню точно на первых закрытых стресс тестах у этой карте где-то вдоль этой дороге вдоль этого побережья здесь есть один по моему человеческий пост типа знаете кпп контрольно-пропускной пункт сейчас попробуем обижать я все боюсь не провалиться куда-нибудь как когда я играл на карнотавре буквально снимая для вас я просто провалился и честно 40 минут я ждал пока просто мой динозавр сдохнет от голода чтобы продолжить для вас съемки еще бы конечно очень хотелось бы показать вам вулкан показать пустошь показать еще некоторую местность ту самую местность где мы видели достаточно много много роликов связанных с бэпи азавром я лично был в этой местности но скажу так эту местность вообще лучше карту этого и начать изучать какого-нибудь птернадона нежели бегать на юторапторе карнотавре там не знаю да наверное лучше сначала начать на птернадоне а потом уже бегать на юторапторе карнотавре ходить медленно на стегозавре тенонте перемещаться знаете на терочке полетать поизучать примерно из чего как состоит план карты а уже потом на остальных динозаврах изучать чего из себя представляет данная местность это круто жалко что конечно сегодня я не встретил какого-нибудь рекса потому что уже ни для кого не секрет да что рекса я встречал на закрытом первом стресс-тесте так сейчас попробуем наверное зайти еще в какую-нибудь местность биом ухты стегозавр но наверное я пока буду мир ко всем потому что здесь все бегают честно говоря все стресс-тестеры они более-менее мирные они просто изучают карту ни на кого не нападают хотя можно было бы было бы прекрасно сожрать и волнов и к просто поздороваемся и пойдем дальше вот это мне нравится в людях то есть вышли стресс-тесты никто никого не убивает каждый изучает то что ему нужно так сагов ни кем я так понимаю что они в каждой локации есть и я скажу что это очень хорошо знаете чем то что это хороший шанс на выживание вам дает если вы хоть представляете какой-нибудь рекс будет ходить лутать в этой местности он просто застрянет в этих биомах эту растительность достаточно очень хороша приятно я думаю что мы сейчас под конец наверно зайдем еще на каком-нибудь динусе рассмотрим еще биом новые точку тп потому что разработчики сказали что вроде бы как они на новогодние каникулы оставят для всех стресс тестеров данную сборку игры чтобы мы посмотрели поизучали и и даже как видите что можно проводить различные съемки эмбарго снята и это классно это мне нравится чтобы вы хотя бы уже имели представление о новой карте хотя бы немножко хотя бы там не знаю буквально на 10 20 30 процентов представляли ее масштабы кстати да в этом вот именно в этой местности я по-моему как-то и встретил рекса жалко что конечно гипно пока мне не дает разрешение на то чтобы я выложил это видео я вижу еще одну дамбу то ли дамба то ли переход то ли мост скорее всего мост так не знаю удастся ли сейчас как-то так повернуть камеру чтобы вы посмотрели на те биомы которые есть под водой но вроде бы видно какие-то корешки тогда камни вон посмотрите водоросли видно обычное время вроде бы их нету это всего лишь та часть малая часть которую я сейчас могу по крайней мере вам показать я не знаю может быть после данного видео стресс-теста просто закончу закроются и донди скажет все ребят хорош все вы показали малую часть хватит да это дамба это дамба в каком-то не знаю какой-то местности я честно говоря я не знаю что это за местность это все придется изучать с нуля все по новой представляете так ей ну что ж ладно давайте сейчас короче говоря найдем выберем еще точку спам на какой-нибудь посмотрим что там интересного есть и тогда уже закончим на этом наш ролик как . спавна называется если я не забыл north east lands то есть северо-восточный остров смотрите здесь есть отдельное небольшое озеро разработчики нас предупредили что через 10 минут будет рестарт и давайте попробуем за 10 минут хотя вы посмотреть еще что то что то новое из этой местности блин водные биомы различные озера они есть на каждом кусочки клочки данной карты это собственно круто так давайте немного подальше пробежимся я там видел какой-то мост то ли дамбу непонятно да он там обратите внимание огромный какой-то переход вот этот биом достаточно интересный а это кстати наверно тот самый биом где мы видели бы и пиозавра вроде бы да похоже посмотрите блин невероятно пока что погодных условий здесь нету да я конечно говорил что будут включены включена самая малость погодных условий но на стресс тестах этого нету придется ждать придется ждать надеется и все таки как я говорил ранее то что обновление в дальнейшем наверное знаете они не не задержат себя так я думал что здесь будет переход но здесь какие-то широкие ворота это за местность я даже не понимаю прошу мне кажется что на первых стресс тест а я понял я понял да они написали то что это не полная карта это не полное того что будет в будущем хотя бы местность вы сейчас можете немножко рассмотреть как она будет блин обратите внимание вот туда вдаль мы видим купол да тоже пару куполов справа и слева и обратите внимание на эту дымку это невероятно круто смотрится это просто обалденно да ребят это всего лишь малая часть того что можно увидеть на гэтуэй я не знаю за то время вот пока идет ролик мы смогли бы наверно всю карту из лиспира просто вдоль и поперек оббежать потому что из лиспира каждый так скажем любитель эврима он ее знает просто наизусть каждый камушек каждое дерево расположение блин каждый травинки да так пока нету рестарта я предлагаю он сбегать вон до той дамбы или мост да это мост это человеческая постройка здесь их будет полным полно да конечно мы рассмотрели возможно сегодня очень мало но тем не менее тем не менее так что прямо сейчас поставь пальчик вверх подпишись на канал и если хочешь чтобы чтобы вышел стримчанский хотя бы примерно хотя бы малый какой-то обзор этой карты обязательно обязательно подписывайся я надеюсь что разработчики нам хотя бы как-то про спойлерят хотя бы просто как-то расскажут скажут к чему что каждый биом но явно если здесь будут спавниться да и на звуки мне кажется в этой среде им будет не выжить карта огромная во сравнении с из лиспира да карта очень огромная кто-то мне где-то в комментарии писал что не надо делать такую огромную карту и так непонятно где типа игроки заседают с введением такой огромной карты они вообще будут тусить в одной местности люди динозавры и все прочее ну посмотрим может быть при ее релизе они ее урежут я не знаю все мы люди у нас каждое свое мнение да мы сюда к сожалению забраться не можем огромная местность это всего лишь ребят часть карты что сегодня мы смогли с вами по крайней мере рассмотреть я надеюсь что пока тесты есть пока не существует и вроде бы как донди сказал что на новогодние праздники он может оставить на несколько дней нам эту карту для изучения и эмбарго полностью снято что же ребят обязательно подписывайтесь на канал жмите пальчик вверх в общем следите за каналом всем хорошего выживания в за аэлы в рима ну все endo ээ 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 Продолжение следует...